This is why I'm hot 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 Я рад всех приветствовать в этот замечательный летний денек И я почти уверен, что большинство из вас проводят лето сидя в трусах и смотря различные ролики на YouTube Тем временем вы уже смотрите пилотный выпуск нового шоу на моем канале Andro Game News В котором я буду рассказывать вам об игровых новостях платформы Android Также расскажу про недавние три игры в виде Blitz Review А еще загляну в долгий ящик и поведаю вам отличную историю об отличной игре Помимо этого вы сможете поучаствовать в интерактиве, о котором я расскажу в конце видео А теперь перейдем к новостям Недавно студия Dynamite анонсировала свой премьерный проект Stealth Platformer Contour Spy По словам разработчиков игры Дэвида Ноттингема Авторы вдохновляются различной мифологией, которая присутствовала во времена Холодной войны Художественным стилем соло-баса и эстетикой шпионского жанра из произведений 60-х годов прошлого века Во время недавней встречи сотрудником Polygon Ноттингем продемонстрировал раннюю версию Contour Spy По сюжету геймеры будут играть за некоего агента, который должен проникнуть на оружейный завод и помешать планам врага, который хочет обрушить на его страну Град Ракет На каждом уровне есть таймер, который отсчитывает время до запуска боеголовок, поэтому игроки должны будут деактивировать их как можно скорее Однако в начале они должны тихо убрать всех противников и продвигаться по комплексу незамеченными Время от времени шпиону все же придется ввязываться в перестрелке с врагами О приближающейся опасности геймеров будет предупреждать наклонение камеры В таком положении игрокам будет намного проще стрелять по противникам и искать альтернативные пути передвижения по локации Это довольно интересно, учитывая тот факт, что в основном эта игра является двухмерным платформером На сегодняшний день Contour Spy разрабатывается для PS3, PS Vita и мобильных платформ Android и iOS Студия Replay Games была вынуждена вновь отложить релиз приключения Lager Suit Larry Reloaded Изначально планировалось, что проект поступит в продажу в конце мая текущего года, однако теперь это не случится раньше конца июня Об этом разработчики рассказали на официальной странице игры на Kickstarter Авторы приключений утверждают, что виной всему большое количество багов и ошибок, где желание разработчиков выпускать игру с ошибками вполне обосновано За месяц на разработку ремейка Lager Suit Larry геймеры пожертвовали 655 тысяч баксов, а самое активное участие в создании проекта принимает автор оригинальной игры L-Low Приключения появятся не только на ПК и Mac, но также на Linux, Android и iOS устройствах На сегодняшний день MMO EVE Online от CCP Games является одной из немногих онлайновых игр с верной аудиторией пользователей Которые каждый месяц платят абонентскую плату Это позволило авторам проекта развивать и улучшать его на протяжении десятилетия В основе геймплея научно-фантастической EVE Online лежит постоянная борьба за власть, ресурсы и планеты огромной виртуальной вселенной Теперь CCP Games собирается покорять и мобильные платформы Для этого компания сформировала специальный отдел, который возглавил бывший исполнительный продюсер EVE Online Джон Ландер Небольшая команда будет заниматься как разработкой приложений для существующих игр CCP Games, так и, возможно, самостоятельными мобильными проектами По словам Джона Ландера, компания давно думала над выходом на мобильный рынок, но серьезно никогда не обговаривала перспективу его завоеваний Более того, коллектив студий ни разу не обсуждал, каким образом мобильные приложения будут связаны с миром MMO Только во время CCP FanFest 2013 года данная идея обрела общее очертание На мероприятии старший продюсер Энди Нордгрен обсуждала то, как компания может предоставить пользователям доступ к их учетным записям EVE Online, даже когда они не играют в проект Конечно, это можно реализовать с помощью смартфонов и планшетов, однако сотрудница утверждает, что также рассматривается вариант создания браузерных сервисов Ninja Theory, разработчики нового DMC, а также игр Heavenly Sword и Enslaved анонсировали свою первую мобильную игру под названием Fightback Жанр они еще не назвали, но судя по скриншоту нас может ожидать новый бит-эмап с духом лихих боевиков 80-х и революционной боевой системой для сенсорных экранов Издателем выступит Chillingo, а сама игра будет распространяться по системе Free-to-Play Выход Fightback запланирован на это лето, игра будет доступна в Google Play и App Store Больше информации о проекте и превью геймплея обещаны к показу на E3 Компания Mail.Rug Games представила новый мобильный проект игру Evolution, сочетающий элементы стратегии и RPG В центре сюжета планета Утопия, когда-то расположенная здесь земная колония считалась настоящим раем, но недавно связь с Утопией была потеряна Задача игрока разобраться что же случилось на некогда идеальной планете Эволюция может похвастаться огромным миром, сюжетом с разнообразными заданиями, а также уникальной технологией терраформирования При помощи которой игрокам предстоит восстанавливать экологию Утопии Не оставлен без внимания и мультиплеер, пользователи смогут сражаться друг с другом в PvP режиме В этом году ожидается выход игры на платформе iOS, ну а чуть позже Эволюция станет доступна и Android пользователям Компания Square Enix выпустила новый трейлер, их предстоящий Final Fantasy Tactics S Игра является тактической стратегией с небольшой оговоркой Артикул S в конце названия неспроста, он символизирует социальную направленность игры Так что фермы снова придут в запустение, уступая место игровым баталиям во вселенной Final Fantasy Tactics Игра будет распространяться по системе Free2Play и поддерживать социальную платформу Mobage Дата релиза пока не называется, но скорее всего игра в начале появится в Японии, а по прошествии некоторого времени и в остальном мире О всех основных новостях я вам рассказал, приступим к лицам Сразу скажу, что я не фанат данной серии и рассматриваю игру без розовых очков на глазах Итак, игра Stargate SG-1 Unleashed Episode 1 это смесь жанров Здесь присутствует и Press X to Win, и простой адвенчур, и стрельба из-за укрытий И даже диалоги из пресловутого Mass Effect Делает ли это всё игру хорошей? Нет Игра сделана на движке Unity и в принципе нареканий графики не должно быть Но почему GTA 3 вышедшая полтора года назад выглядит лучше? Сравнительно графика игры выглядит как любой современный 3D экшен на минималках Ладно, графон в игре не главное, главное сюжет А сюжет здесь очень даже неплох Опять-таки, не могу оперировать в плане фактов из оригинальной серии Звёздные врата Поэтому считаю, что в сюжете игры нет ляпов Всё начинается с миссии где-то в недалёком, как я понял, будущем И Анила, так зовут первого, за кого нам дают поиграть в этой игре Подстреливают в самый последний момент, когда он заходил в врата Далее сюжет закручивается, поэтому я не буду спойлерить Так как я уже понял для себя, что разработчики делают основную ставку на сюжет В геймплейном плане скажу, что всё не так уж плохо, как я саркастически подмечал в самом начале GTA не бесит, стрелять удобно, но на маленьких экранчиках думаю, что возникнут сложности Поэтому считаю, что эта игра лишь для фанатов и всем её посоветовать не могу Игра Combo Crew представляет из себя Beat'em Up Цель игрока – надрать всем задницу А вы чего хотели? На самом деле сюжет этой игры немного больше, чем одно предложение А именно есть злодей, его зовут Босс, с большой буквы Он собрал в своей башне трёх персонажей – Дольфа, Джину и Паркера Дабы они преодолели все этапы и добрались до него и смогли с ним сразиться Для игрока сначала открыто только два из четырёх персонажей Почему четвёртый не участвовал в сюжете, я не знаю Также я говорю, что ещё не прошёл всю игру до конца Проходя уровни, этапы, вы набираете очки С помощью них вы можете открыть джойстик по одному на каждый этап За них вы покупаете новых персонажей, а также новые комбо для уже открытых Этап обычно состоит из нескольких волн врагов, в которых вы и должны отмудохать до полусмерти, дабы пройти его Чем красивее вы это сделаете, тем больше вам дадут очков Честно признаюсь, бить врагов в этой игре сильно доставляет Но всё веселье начинается после туториала, поэтому советую вам набраться терпения и пережить его Картинка выглядит очень качественно и есть в ней что-то оудскульное Согласитесь, вся игра им всё-таки пропитана Мастхэв, как говорится, особенно для любителей такого жанра Вимп, Who Stole My Pants Это платформер с загадками, с физикой, с мультяшной графикой, которая могла бы быть получше Сюжета как такового нет, ну или я его просто не понял Задумка представлять его в комиксном варианте хороша, но мне не хватило текста Точнее его там совсем нет Наш герой это какое-то существо, дико напоминающее мне варпа из одноимённой игры Наша цель это найти на каждом уровне трусы, которые наш герой каким-то образом потерял Искать мы будем их на многих планетах У каждой из планет есть по 20 уровней На них мы можем также отыскать туалетную бумагу С помощью неё мы, если захотим, то сможем кастомизировать нашего персонажа В принципе игра неплоха, но лично мне никогда не доставляли платформеры Да и честно сказать, я их недолюбливаю Кто давно смотрит мой канал, знают про мою нелюбовь к ним А те, кто их любит, может спокойно скачать игру и пройти доступные уровни Дабы понять, хочет он потратить 60 рублей на неё или нет Переходим к долгому ящику GTA 3 Как же это замечательно звучит Думаю, что все до единого знают, что это за игра Это безусловно шедевр, породивший клонов и клонов-клонов Rockstar сделали, наверное, самый лучший подарок для своих фанатов Выпустив портированную на мобильной платформе версию игры К её десятой годовщине Запустив её на планшете ещё тогда, год назад Я ощутил, что вернулся в детство И буквально за один вечер прошёл первый остров И внимание, без каких-либо чит-кодов Нет, серьёзно, либо я вырос, либо что Но мне не хотелось использовать читы в GTA Что само по себе вроде бы как абсурдно Но это так Порт сделан очень качественно и к нему претензий нет Графика выглядит очень хорошо Привет Stargate, кстати Управление сделано неплохо Хотя мне пришлось привыкать около получаса к нему Так как руки-то помнят, что должна быть мышка и клавиатура В общем, мастхэв по-любому Наверное, самая лучшая игра для поездки на отдых Её точно надолго хватит, особенно без читов Вот и подошёл к концу пилотный выпуск Но не спешите расходиться Ведь я хочу предложить вам интерактивчик В общем, ваша задача придумать для меня какую-либо тему На которой можно подискутировать несколько минут Связанную с мобильными платформами Android в приоритете, конечно же Предлагать тему можно в комментариях к этому ролику А также в официальной группе ВКонтакте В специально созданной для этого теме Надеюсь, что у вас много идей На этом, пожалуй, всё Я вас познакомлю с новостями за две недели Рассказал о трёх играх, вышедших в последнее время А также заглянул в долгий ящик И вспомнил отличнейшую игру Надеюсь, что вам понравился этот ролик Не забывайте оценить его после просмотра Также напишите мне в комментариях Что вам понравилось, а что нет Подписывайтесь на канал, если ещё не А также добавляйте мои ролики к себе в избранное И рассказывайте о них вашим друзьям в социальных сетях На этом точно всё Увидимся в других роликах на моём канале И всего вам хорошего Новости Ебать Недавно студия Динамайти Блядь Недавно студия Динамайти Динамайти Однако в начале они должны Тихо убрать всех Блядь Это довольно интересно Учитывая тот факт, что в основном Эта игра является двухмерным платформ Сука Это довольно интересно Учитывая, что в основном Блядь На сегодняшний день Counter Spire разрабатывается для PlayStation 3, PS Vita И мобильных платформ Android и iOS Блядь Студия Replay Games Была вынуждена вновь Отложить релиз приключения Lager Suite Ларри Рио Блядь Студия Replay Games Была вынуждена вновь Отложить релиз приключения Lager Suite Блядь За месяц на разработку ремейка Lager Suite Ларри Геймеры пожертвовали Сука За месяц на разработку ремейка Лager Suite Ларри Геймеры пожертвовали Сука За месяц на разработку За месяц Так, ладно Сука 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 Блядь Фух Ну а Блядь Сука Я блядь Я За месяц Сука За месяц Так, ладно За месяц на раз... В основе геймплея научно-фантастической и в онлайн лежит постоянная борьба за власть, ресурсы и планеты огромной виртуальной вселенной. Сука. Теперь CCP Games собирается покорять и мобильные платформы. Для этого компания сформировала специальный отдел, который возглавил... Бля. Сука. На мероприятии старший продюсер Энди Нордг... Бля. Я-то никогда не произнесу. Конечно, это можно реализовать с помощью смартфонов и планшетов, однако сотрудница утверждает, что также рассматриваются варианты создания браузерных сервисов. Сука. О боже мой. Жанр они еще не назвали, но судя по скриншоту, нас может ожидать новый битэмап с духом лихих боевиков 80-х и рево... Сука. Жанр они еще не назвали, но судя по скриншоту, нас может ожидать... Сука. Жанр они еще не назвали, но судя по скриншоту, нас может ожидать новый битэмап с духом лихих боевиков восьмидесятых и револют жанр они еще не назвали но судя по скриншоту нас может ожидать новый бит и мап с духом лихих боевиков восьмидесятых и револют издателем выступит чилингу а сама игра будет распространяться по системы издательный выпус 0 не оставлю без внимания ему он символизирует социальную направленность игры он символизирует социально более так что фермы снова придут запустение уступая место игровым баталии во вселенной final fantasy так более игра будет распространять игра будет распространять пожалуй с новостями пожалуй на этом все вроде как основные новости я уже написать во всех основных на вас сразу скажу что я не фанат данной серии и рассматриваю игру без розовых очков на глазах и так stargate sg1 он лишь сразу скажу что я не фанат данной серии рассматриваю игру без розовых очков над и так stargate sg1 он лишь эпизод 1 и так stargate sg1 он лишь эпизод 1 это смесь жанров а сюжету здесь бля все начинается с миссии где-то в недалеком как я понял будущем и они вот так зовут перо все начинается с миссии где-то в недалеком как я понял будущем и они так зовут первого за кого нам дают поиграть в этой игре подстреливают самый последний момент когда он заходил врата когда были посему советую всем игру не могу только для фанатов посему советовать всем посему советовать игру всем не могу только для фанатов посему советовать игру всем я не смогу только для фанатов посему поэтому считаю что эта игра лишь для фанатов хорошо игра картинка выглядит очень качественно и если что-то вот скульное согласитесь все играем ты наш герой это какое-то существо дико напоминающий мне вар поезды искать мы будем их на многих планетах у каждой из планет есть по 20 уровней на них мы можем также это искать мы будем их на многих планетах у каждой из планет есть по 20 уровней на них мы можем искать мы будем спорт сделал он подискутировать несколько каминут, связанную с мобильными платформерами. Блядь. Субтитры сделал DimaTorzok